Первые по приросту численность населения Дагестана за последние три года существенно выросла. По данным статистики, естественный прирост за это время. Более 100 тысяч человек. Бюджет обзавелся новыми миллиардами. Вырос почти в полтора раза в сравнении с позапрошлым годом. Освоят ли деньги? Спрашиваем у профильного вице-премьера Гаджимагомеда Гусейнова, гостя нашей программы. На смену золотому мосту пришел новый, пока еще не названный. Будем надеяться, что его минует дурная слава предшественника. Дагестан и Азербайджан под конец года связал долгожданный автомобильный переход. Здравствуйте! Это «Итоги года» на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедов. Финальный год уходящего десятилетия. Каким он был для республики, страны, мира, каждого из нас. Воплощенные планы и не сбывшиеся надежды, непредвиденные инциденты и ожидаемые события. Это было при нас. Это с нами вошло в поговорку, как сказал классик. Махачкала в этом году получила нового городоначальника и новую площадь. Депутаты городского собрания Махачкалы 31 января утвердили Салмана Дадаева в качестве мэра столицы Дагестана. А 28 декабря была торжественно открыта центральная площадь Махачкалы. Один из самых масштабных проектов, реализованных при новом мэре. Откровенный обстоятельный разговор о проблемах столицы Дагестана впервые состоялся именно в эфире нашего телеканала, которому новый мэр дал свое первое эксклюзивное интервью после вступления в должность. Новый мэр стал активно бороться с незаконным строительством, наводить порядок в городском хозяйстве, но наследие прошлого и отсутствие слаженности в работе новой команды давали о себе знать. Отключение света и потопы на улицах не обошли столицу и в этом году. Тем не менее, полным ходом шло благоустройство в разных частях города. Новый облик приобрели площадкой около памятника Финдикопиеву и стела в начале проспекта Имама Шамиля. Активно ремонтировались десятки улиц в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Особенно ждали открытия после капитального ремонта улицы Примакова, превратившейся в новую магистраль, призванную разгрузить одну из наиболее загруженных артерий Махачкалы – проспект Геомидова. Отрадно, что в рейтинге демографического состояния страны наша республика в этом году заняла одно из лидирующих мест. По данным РИА-рейтинга, численность населения в Дагестане за последние три года существенно выросла. Естественный прирост за три года – более 100 тысяч человек. Это лучший показатель по стране. Вместе с тем, статистика положительна не во всем. Миграционная убыль за это время составила около 35 тысяч человек. В целом численность населения республики достигла отметки в 3 миллиона 86 тысяч человек. Кроме того, Дагестан находится в лидерах по продолжительности жизни среди регионов страны. Эти данные были озвучены на коллегии Минздрава России. Средний показатель – 78 лет, тогда как в целом по России он всего 72 года. Исторического минимума достигла и младенческая смертность, прежде всего за счет масштабной программы строительства перинатальных центров. Ушедший год был ознаменован 20-й годовщиной трагических событий 1999 года. Дату отмечали широко. По всей республике проходили памятные мероприятия, приуроченные к юбилею разгрома банд международных террористов Торг-Шехсвадагистан под началом Басаева и Хаттаба. Впервые в новой истории дагестанские ополченцы с оружием в руках, вставшие тогда на защиту родной земли, благодаря главе государства, получили статус ветеранов боевых действий и льготы. Появилась и памятная медаль, посвященная этим событиям. В дни торжеств Дагестан посетил и президент России Владимир Путин. Он побывал в Ботлихе, где возложил цветы к мемориалу, установленному в память о выходцах из Ботлихского района, погибших на полях сражений разных войн, в том числе в ходе боевых действий в 1999 году. Глава государства пообщался с жителями села и ополченцами. Собравшиеся получили возможность напрямую рассказать о проблемах волнующих дагестанцев. Несколько раз встречался глава государства и с руководителем региона Владимиром Васильевым. Среди главных тем обсуждения – создание новых рабочих мест, особенно высокотехнологичных, развитие здравоохранения и социальной сферы, модернизация трассы «Кавказ», уровень безопасности, на который оставляет желать лучшего. Активно реализуются в республике национальные проекты. Так, в рамках нацпроекта здравоохранения Дагестанский Минздрав получил новый медицинский вертолет Ми-8. Воздушное судно предназначено для оказания помощи и транспортировки тяжелобольных пациентов из отдаленных горных районов республики. Древний Дербент стал одним из главных ньюсмейкеров года со знаком «плюс». Так, большая дагестанская свадьба, прошедшая в сентябре в древнейшем городе России, установила сразу два мировых рекорда. Торжество вошло в Книгу рекордов Гиннеса по двум критериям – как самая многонациональная свадьба и свадебная церемония с наибольшим количеством горстей. На необычном мероприятии одновременно вступили в брак 30 пар, представляющие 16 основных дагестанских национальностей. На праздничном торжестве присутствовали более 10 тысяч гостей. Следом в Дербенте прошел первый дагестанский фестиваль стрит-арта «Стена». В город прибыли граффити-художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Перми. И вскоре на стенах домов появились большие граффити в этническом стиле. Но самое главное у города в перспективе – консорциум российских, французских, британских и нидерландских архитекторов. Под руководством проектно-консалтинговой компании «Новая земля» стал победителем открытого международного конкурса на разработку мастер-плана Дербента. Команда предложила концепцию, рассматривающую Дербент как перекресток культуры эпох. В ее основе принцип компактного города, предполагающий развитие территорий, уже обеспеченных инфраструктурой, без формирования изолированных спальных районов. Озелененные улицы должны будут связать все городские районы. Зеленый поезд на окраинах, созданный совместно с горожанами, ограничит неконтролируемую застройку, улучшит экологическую ситуацию и создаст новый облик города. Одновременно с этим в центре города планируется создать туристическую милю. Кроме того, запланирована дорога в обход Дербента. Ее строительство анонсировал глава Дагестана Владимир Васильев. По его словам, дорога протяженностью в 32 километра может обойтись бюджету в 50 миллиардов рублей. Новый мост наконец-то связал Дагестан с соседним Азербайджаном. Новый автомобильный переход через реку Самур открылся на российско-азербайджанской границе в Маграмкенском районе Дагестана. Старый мост, прозванный в народе золотым, и вовсе не потому, что был сделан из золота, долгие годы находился в аварийном состоянии. Стоимость нового моста составила больше 21 миллиона долларов. Россия и Азербайджан профинансировали строительство поровну. Официальная церемония открытия моста состоялась накануне и прошла с участием министра экономического развития России Максима Орешкина, превышенного Дагестан. Федеральный чиновник признался, что реализация данного проекта шла непросто, но в итоге завершилась успешно. Вообще, федеральные министры зачастились визитами в республику в этом году. Побывал в Дагестане на днях и федеральный министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. В рамках визита он принял участие в открытии первого в Дагестане единого центра оказания услуг «Мой бизнес». Сразу несколько ключевых отраслей обрело новых руководителей профильных ведомств. Абзагир Гусейнов возглавил Минсельхозпрод. Предыдущий глава ведомства Абдулмуслим Абдулмуслимов сохранил статус вице-премьера и продолжил курировать веренную ему ранее сферу. Вагап Абдулхамидов стал во главе комитета по лесному хозяйству. Агаджи Султанов был утвержден министром экономики и территориального развития Дагестана. Предыдущие руководители лесхоза и Минэкономики были отстранены от должностей в рамках расследования уголовных дел. Продолжилось обновление власти и на региональном уровне. Сразу в нескольких районах Дагестана сменились главы муниципальных образований. После обыска в Докуспаринской администрации по делу о взятке был задержан хозяин главного кабинета района Абдулрагим Алискеров. Вскоре сложил в себя полномочия и другой руководитель муниципального образования – глава Гульского района Юрий Исмаилов. Глава Бабаюртовского района также покинул свой пост, но уже после возбуждения уголовного дела. 19 декабря депутаты Дагестанского парламента приняли во втором чтении проект закона о республиканском бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Общий объем доходов республиканского бюджета был определен в сумме 138,5 млрд рублей. Общая сумма расходов была приведена в соответствие с уровнем доходов, и бюджет, по крайней мере на бумаге, получился бездефицитным. Вице-премьер правительства Дагестана Гаджи Магомед Гусейнов, выступая перед депутатами, отметил, что бюджет на будущий год – это совместный документ своих органов власти, в котором учтены многие предложения и пожелания. Он обратил внимание собравшихся на то, насколько изменились объемы бюджета будущего года по сравнению с 2018. Два года назад республиканский бюджет составлял 100 млрд рублей, то есть рост почти 39%. Но одной из проблем года стало несвоевременное освоение бюджетных средств. В чем причина такого положения вещей? Об этом и многих других экономических итогах года поговорим как раз с Гаджи Магомедом Гусейновым, гостем нашей итоговой программы. Салам алейкум, Гаджи Магомед Гаджи Путаевич. Подходит к завершению 2019 год. Коротко, каковы итоги социально-экономического развития в цифрах, какие есть точки роста, проблемные участки? Алейкум, Салам. Это я уже традиционно рад вас видеть у нас. Какие у нас результаты? В целом мы сохранили ту динамику, которая была в 2018 году. Что можно было бы отметить как направление, которое нас определенно, можно сказать, так порадовали? Это направление строительства. У нас больше 9% роста. У нас увеличилась средняя заработная плата. В 2019 году у нас планируется рост 7%. И еще в прошлом году тоже было порядка 14%. Это я говорю по заработной плате в экономике. Все-таки рост не такой серьезный, как в прошлом году. Да, но вы не забывайте, это же с нарастающим итогом. То есть к 2017 году это мы уже почти что подросли на 20%, даже больше. То есть больше 14% в прошлом году и 7% в 2009 году. Ежегодно ставится задача повысить долю республиканских доходов в бюджете Дагестана. Ну, каждый раз все-таки со скрипом это идет. Собираемость налогов на первом месте такой приоритет ставит руководство республики. Но не кажется ли вам, что есть такое мнение, что это может задушить некоторые формы бизнеса? Потому что очень многие жалуются на увеличение налогового времени. Как вы считаете? В сегодняшних условиях все равно будет сложно конкурировать, если мы будем сохранять вот эти старые шаблоны управления бизнесом. Бизнес сейчас максимально идет по пути увеличения производительности труда, эффективности. Все вот эти технологии, которые применяются уже давно на Западе, в Средней Азии, все эти технологии сейчас у нас тоже активно внедряются. И в Дагестане тоже. Вот если же взять наши уже сегодняшние, недавно появившиеся бизнесы, в том числе и в сфере общепита и так далее. Они очень многие уже на этих технологиях все выстраиваются. У нас нет цели поднять налоги. Мы вообще их не поднимаем. Еще раз скажу, налоги не увеличиваются. База людей, которые должны платить налоги, которые вчера еще не платили, вот этим мы продолжим заняться. Чтобы все платили налоги одинаково. Налоги сами у нас не растут. Да, если, например, у тебя реально стоимость имущества сейчас стоит, например, 20 миллионов, а у тебя ее кадастровая оценка была полтора миллиона рублей, да, мы, конечно, его приводим более к реальной стоимости в соответствии с законом. Но ни в коем случае мы не увеличиваем ставки по налогам. Это однозначно. Более того, у нас даже было по соглашению с Москвой, мы должны были увеличить налоги. Мы не пошли на это. Ну там, наверное, должен какой-то индивидуальный подход применяться. Потому что может визуально быть один объект, а на самом деле там при той же квадратуре там совершенно от хозяйственно-экономической деятельности разные могут быть... Абсолютно с вами согласен. Любая работа, лес рубят, щепки летят, понятное дело, что где-то может быть действительно, на взгляд, тем более собственника, где-то может быть не объективно проведать. Но у нас есть целый регламент, как это можно оспорить. Как это действительно так, люди работают с этим, можно не согласиться, можно оспорить, есть определенные процедуры. Но вот тот опыт, который с заправками реализован, он на какие еще сферы будет распространен в ближайшее время? Потому что они какой-то заключили между собой союз или договор по поводу того, что они... Что происходит с автозаправочными комплексами, это на самом деле очень важный сюжет, который произошел в целом в экономике. И он основан на первых таких ростках доверия между властью и бизнесом. Лично Владимир Абдуалевич и правительство в целом, мы огромное значение уделяем этому процессу. То, что произошло с АЗС. Но это все-таки бизнес, который ничего не производит, они просто покупают и перепродают. А тем, кто производит, им в разы тяжелее. И им будет тяжелее вам намного? Ну, первое, они не просто покупают и продают, они формируют услугу. Это же не просто продажа, там нужны инвестиции. Они строят автозаправочные станции. Эти автозаправочные станции нового поколения, там и другие услуги предлагаются. Почему эта сфера услуг? Что касается производства, ну, на мой взгляд, тоже производство должно иметь налоговые льготы и в преференции. И это действительно, мы же создаем площадки. Например, ТАСЭРК, территория социально-опережающего экономического развития, Каспийская. Как раз о них хотел спросить, вы плотно занимаетесь инвестициями, что дает опыт территории социально-опережающего социально-экономического развития? Ну, у нас уже на, вот в Каспийске, на ТАСЭРе, у нас реализуют проекты, 6 крупных уже проектов реализуются. Там как раз таки производство. Это литейный цех завода Гаджиева. Это у нас мясопереработка, безалкогольные напитки, которые мы производим там. Это ДАГ-полимер, переработка пластика, это стекловолокно. То есть мясопереработка тоже. Мясо, да, мясопереработка, да. То же самое у нас сейчас, ну, просто по масштабу чуть поменьше в ДАГ-огнях. Там тоже уже у нас порядка 5 резидентов в ДАГ-огнях. Там чуть поменьше по масштабу производства, но это все равно там тоже 5 резидентов, которые тоже занимаются именно производством. В этом году рекордный урожай, помимо всего прочего. Производственных мощностей как раз таки для переработки не хватает. Наверное, в рамках этих инвестпроектов эти вещи тоже закладываются. Рекордный урожай вы имеете в виду винограда? Ну, а аграрии вообще? Сельское хозяйство у нас где-то там рост показывает порядка 1,3%. Рис тоже неплохо. У нас пошел рис, да, и в том числе пошел на экспорт. Что очень важно, по рису мы его начали перерабатывать. И из сырца мы уже делаем его, уже делаем поочищенный риск, стоимость которого вырастает почти что в три раза. То есть, вся добавленная стоимость остается в республике. Соответственно, это все дает дополнительные рабочие места и так далее. То же самое у нас по винограду. У нас практически 190 тысяч тонн в этом году. Мы собрали винограда и около 135 тысяч мы переработали. А оборонные предприятия, они будут прирастать заказами? По оборонным предприятиям, дело в том, что вот у нас по оборонным предприятиям, это вот федеральный оборонный заказ, он сократился в отношении наших предприятий в два раза. А почему, за счет чего? Сейчас объясню, но гражданская промышленность в республике выросла на 16%. Вот гражданская, что очень важно. Потому что все равно, с одной стороны, да, мы потеряли, но с другой стороны, очень позитивно то, что растет гражданская промышленность. Но в реальных цифрах это потери или приобретение? В реальных цифрах все равно идет спад, если выражать в деньгах. Но там почти что порядка двух миллиардов. Но что могу сказать? Чем это обусловлено? Ну, в основном же этот заказ идет централизован. Главой республики было инициировано обращение на имя президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о том, чтобы нашим оборонным предприятиям увеличили государственный заказ. Поэтому даны соответствующие поручения. Сейчас с этим плотно работают. Ну, конечно, это немного нелогично. Потому что с учетом перебазирования флотилии, наоборот, мне кажется, может быть, я рассуждаю как обыватель, должны они увеличивать. Ну, с учетом флотилии у нас в любом случае какое-то производство, ремонт и так далее, у нас здесь будут создаваться. Это однозначно. Я сейчас говорю про тот государственный оборонный заказ, который никак, по сути, не связан с перебазированием флотилии. Ну, и одна из самых больных тем, это неосвоение средств. Периодически всплывают какие-то астрономические суммы, какие-то справки фигурируют. В чем вы видите причину? Раньше все время жаловались на нехватку денег. Сейчас денег и в инвест-программе достаточно, и вообще бюджет достаточно хорошо обеспечен финансово. Почему так происходит? И куда вообще деваются эти деньги? Если даже они экономятся, если они не освоены, они все-таки уходят из Дагестана или остаются здесь? Смотрите, у нас в 2018 году мы принимали бюджет в 100 миллиардов рублей. На 2020 год мы совсем недавно приняли бюджет почти что 140 миллиардов рублей. Почти в полтора. Почти в полтора раза мы увеличили бюджет республики. Это существенно. Допустим, в том же 2018 году я сравнивал со Ставрополем. У нас был одинаковый бюджет в 2018 году. Сейчас у них порядка в Ставрополе 119-120 миллиардов рублей. Хотя доли собственных налогов у них существенно больше. Если же у нас в бюджете это 32 миллиарда рублей, то в бюджете Ставропольского края это порядка 61-62 миллиардов рублей. То есть у них половина, у нас четверть. Да. Но, но, в части собственных доходов мы тоже существенно выросли. Мы тоже существенно выросли. А по каким сферам наибольший рост идет? У нас по всем налогам, кроме акцизов на алкоголь, у нас по всем налогам идет рост. Акцизы на алкоголь у нас не снижаются. Почему? Потому что на федеральном уровне, это федеральный налог, на федеральном уровне его перераспределяют в пользу формули, в пользу регионов, в которых больше розничная продажа алкоголя. Ну, к которым наш не относится. Да, да, да. Мы один из менее пьющих регионов России. Поэтому у нас в этой части идет снижение. А так, по всем остальным налогам у нас рост. Налог на прибыль, НДФ, вот даже транспортный налог. Мы в 2017 году его собирали порядка 460 миллионов рублей. На 2020 год у нас уже в плане 1 миллиард 250 миллионов. И эти все деньги пойдут на дороги в муниципалитетах. То есть очень важно и в городах, и в районах. И если же даже в этом году мы реализуем по инициативе главы республики, мы не реализуем проект «Мой Дагестан, мои дороги», да, то в этом проекте мы городам предусматривали 638 миллионов рублей, а районам всего лишь 632. То в следующем году мы хотим подтянуть именно район, потому что привести в порядок именно межмуниципальную дорожную сеть. Вот, понимая, что там тоже живет большинство наших людей. Ну и довести асфальт, наверное, до всех райцентров и крупных сел. Ну, довести асфальт, это задача даже не обсуждаемая, которая для нас приоритет. Все райцентры должны быть соединены со столицей, с дорогами с твердым покрытием. Это тоже приоритет номер один, даже он не обсуждается. Мы будем увеличивать на содержание, на ремонт, капитальный ремонт дорог. У нас на следующий год дорожный фонд чуть больше 10 миллиардов рублей, там, он вырос по сравнению с прошлыми годами, где-то на 2-2,5 миллиарда рублей. Но все-таки почему не осваиваются деньги? Нет компетенции, боятся? Ну, что значит не осваиваются? Ну, давайте так, вот у нас на сегодняшний день, вот на сегодняшний день у нас уже кассовое исполнение, вот на 26 декабря, последние цифры, порядка 115 миллиардов рублей. В прошлом году мы освоили 97 миллиардов рублей. Это в процентном соотношении сколько выходит 115 миллиардов по отношению к абсолютным цифрам? Это где-то порядка 85-86 процентов на сегодняшний день. Но сейчас у нас до 31 декабря у нас будут еще платежи, сейчас строители закрывают акты выполненных работ, все документы сейчас обрабатываются в казначействе. Значит, по дорогам, давайте я так объективно, да вот что могу сразу сказать? Да по дорогам у нас из 11,3 миллиардов рублей мы где-то не освоим, у нас освоение будет где-то 93 процента. Мы не освоим где-то 900, от 750 до 900 миллионов рублей. Там есть в том числе и экономия, ну порядка 100 миллионов рублей, просто экономия по торгам, которую ее уже не успевали на другие цели направить. Там есть объективные причины, где, например, решением суда отозвано разрешение на строительство дороги. Это вот обход Дербента, маленький вот обход Дербента. Вот там тоже 130 у нас, 110-130 миллионов не прошли. Есть вопрос, там же очень много, вот я помню, я говорил про много транзакций. Есть где-то все работы выполнено, все выполнено, а подрядчику не можем направить, потому что у него заблокированы счета. Причем по признакам там вообще никак не связаны даже с экономической деятельностью. Технические проблемы. Технических проблем очень много. То есть, грубо говоря, то, что мы планировали построить и не успели построить, тоже есть такие объекты. Ну, например, объекты в горах, вот дорога Бодлих, туда на Чечню, Араканская площадка. Там взрывные работы, ну слушай, это же строительство. Мы предполагаем, как говорится, Бог располагает. Тоже возникают какие-то определенные сложности по ходу строительства. Потом, вот этот мост Шарашов-Кра, к примеру, его все начали строить, все, скала дала разлом. Соответственно, уже по этому проекту нельзя реализовать. Мы остановили реализацию этого проекта, перенесли его на следующий год. Сейчас там нужно доработать проектно-осметную документацию, изменить, менять технические решения. То есть, вот это все дает тоже определенные, есть объективные, есть субъективные причины. Что касается строителей по направлениям, вот строительства детских садов и так далее, что там произошло? Ну, первое, надо с чего начать. Когда мы начали реализовывать эти проекты, нам те проекты, которые были раньше разработаны, на республиканском уровне, они от нас требовали дополнительного финансирования в объеме 4,7 миллиардов рублей. Мы начали пересматривать эти проекты, отказались от этих проектов, потому что у нас в бюджете дополнительных 4,7 миллиардов не было. Мы все проекты пересмотрели, взяли проекты, которые были типовые, на сайте Минстроя России. Там ведется реестр типовых проектов, проекты повторного применения. И нам удалось сэкономить с 4,7 миллиардов рублей. Мы сэкономили до 2,5. За счет проекта смертной документации? За счет других проектов. Ну, представьте, да, вот был проект «Детский сад» на 60 человек. Льется цоколь, бетонный цоколь для технического помещения. А для чего это? Ну, даже вот такие были технические решения, которые существенно удорожали, влияли на стоимость этого проекта. И за счет того, что мы нашли наиболее эффективные проектные решения, вот в этом реестре проектов, нам удалось. Это, конечно, у нас время потяло. Потом усложнил процесс земли. Земля до юра, там пустая, ее передали под строительство, а там несколько домов частных. Такие сюжеты были. Вот. Потом сюжеты были, к примеру, где-то садик там закладывался на 60 мест. На самом деле, потом принималось решение построить, поскольку спроса много, детей много, чтобы его больше построить. Потом все проекты, которые делали проектные, многие госэкспертизы проводят сейчас серьезный анализ проектов, которые сейчас приносят. И эти проекты тоже корректируются. Но я скажу, что первое, несколько причин. Конечно, можно там ставить в упрек всем строителям и так далее, не освоение этих денег. Но я хочу на что обратить внимание. На самом деле, меняется сама система. И вот 19-й год прошел на то, что вот старая и новая система, они вот, одна система заменила другую. То есть сейчас система не просто освоить, а действительно как построить эти сады, эти школы. Сейчас действительно у нас хорошо работает госэкспертиза. То есть сейчас туда простой вот такой проект, который там чуть ли не на коленках написан, сейчас туда не занесешь. Естественно, это тоже как бы усложняет. Да, есть казначейское там сопровождение. То же самое, что оно требует действительно, чтобы все документы там соответствовали требованиям, которые устанавливает бюджетное законодательство. И сейчас ведется прям вот, ты не можешь, если у тебя нет денег, ты не можешь ни один контракт проплатить. Если на него нет денег, соответственно, у тебя не будет кредиторской задолженности. То есть вот эта вся система, она, конечно, к ней просто люди не привыкли. То есть она требует больших компетенций, большей подготовки. Она требует абсолютно других компетенций. Она требует знания законодательства досконального. Она требует знания всех процессов. Мы сейчас вот по большому, например, там выделяются из Москвы деньги. Да, вот мы потом только, как получим деньги, начинают потом менять. Можно же было, можно делать все заранее и так далее. То есть вот этот девятнадцатый год, я хочу сказать, что этот девятнадцатый год, он... По большому мы притирались к новому формату вообще реализации и инвестиционных проектов, строительных проектов, любых проектов. Вот. И второй фактор тоже очень важный. Не забывайте, что мы, там, у нас более чем в целом объеме инвестиций, бюджетных инвестиций по сравнению с восемнадцатым годом, он вырос почти что в три раза. А система осталась та же? Ну, во-первых, у нас вот для, просто для справки, да, у нас в семнадцатом году строилось тридцать три объекта. В двадцатом году у нас строится уже тридцать два. Двести девяносто семь или двести девяносто пять объектов строится в девятнадцатом году. А вот эти долгострои, более двух тысяч, с ними как быть? Ну, по долгостроям, первое, да, мы там в числе отстающих, по этим долгостроям, ну, Владимир Абдулевич на видеоконференц-связи с... Счетной палатой, там, под председательством Кудрина и Мутко, значит, он предложил такую инициативу, чтобы республика включилась в такой пилотный проект в таком в проектном формате решения этой сложнейшей задачи. Действительно, у нас там две тысячи сто шестьдесят объектов, сто шестьдесят пять объектов незавершенного строительства. Из них, там, порядка более шестьсот объектов, это объекты муниципальной собственности. Вот. Многие объекты уже построены, но только... Не введены в эксплуатацию. Это где-то введены, но просто числятся еще в реестре. Вот. Просто здесь нужно навести порядок. Мы этим уже занимаемся два-три месяца, так вплотную, до даже этого совещания. Мы сейчас инвентаризируем все эти объекты. То есть, вот эти две тысячи сто шестьдесят пять объектов, это то, что мы уже инвентаризировали эту большую работу, проводили министерство, там, под координаторством Минэкономразвития. Мы уже, по крайней мере, четко понимаем, по каждому министерству, по каждому муниципалитету, сколько у нас объектов незавершенного строительства. Какие объекты построены, какие не построены. Какие предлагается построить, а какие предлагается списать. У нас уже по большинству, ну, эта задача еще там буквально два-три месяца, она решится, но... Но то, что называется дорожная карта, уже создана. Да, она дорожная карта, она создана, но ее чуть-чуть мы подкорректируем с учетом тех инициатив, которые предложил глава, вот, чтобы это намного ускорить и это сделать вот в таком проектном формате. Что это значит, когда вот создается такая группа из специалистов разных министерств, которые в кратчайшем таком режиме по временам решают задачу поставленную. Вот. Мы вот такие группы создаем по такой практике на решении вот острых таких задач. Вот, в частности, по предлагаем и по решению вопросов незавершенного строительства. Ну, и, наверное, в завершение, с учетом того, что год уходит, приходит новый, хочу спросить, какие наиболее яркие моменты в своей сфере вы бы отметили и какие перспективные планы, о чем хотели бы рассказать? Вы знаете, в целом, конечно, мы видим, как люди, они видят какое-то, ну, видят изменение, которое происходит в республике, но людям это недостаточно, и мы это видим, и это чувствуем. Поэтому вот к концу года все вот мы в такие сосредоточенные на, и даже у нас нету никаких там ни настроений, ни нового, ничего, потому что мы понимаем конец года и уже смотрим на будущее. Поэтому сказать, что вот я был бы, я такой доволен, вот мы реализовали много проектов и так далее, я чувствую, что мы только начали что-то делать для людей. Мы чувствуем отсутствие, вот еще такое, есть большая проблема недоверия, да, людей к власти, это просто чувствуется, вот. Поэтому, на мой взгляд, но, что можно было бы отметить, да, мы в 19-м году, я считаю, таким позитивным, да, это вот проект «Мой Дагестан, мои дороги». Это, ну, это действительно 224 улицы в республике мы привели в порядок. Это уже что-то, ну, таких бюджетов не было. К примеру, бюджет города Хасавюрта, дорожный бюджет, увеличился в четыре раза. То же самое Каспийск, то же самое Буйнакс. Теперь, что касается других направлений, чистая вода, ну, тоже беспрецедентно, в текущем году мы объем до двух миллиардов на решение этой проблемы. А в следующем году почти что 4 миллиарда, это и на воду, и на канализацию, и на очистные сооружения. Это тоже из собственных доходов пойдет? Это из доходов, которые мы получаем от налогов. В основном это средства налогоплательщиков. Дороги, это налогоплательщиков. Почему мы стали собирать налог на транспортный больше? Потому что мы начали эти же деньги, отдаем муниципалитетам. То есть сами муниципалитеты теперь заинтересованы в собираемости этого налога. Соответственно, они теперь, раньше он все, муниципалитеты, в том числе, участвовали в собирании этого налога. Но он уходил весь на республиканский уровень. И города, селы ничего не получали от него. А сейчас мы полностью восстанавливаем. И от того, кто больше собрал, тот и, соответственно, у того больше процент в распределении этого налога. То есть мы стимулируем эффективность. И здесь хотя бы и для автомобилистов тоже должно становиться уже понятным, почему. Вот они платят, и у них становится лучше дороги. Это нормальный сюжет. И вот это как раз таки и есть доверие, над чем нам нужно работать все вместе. Когда мы говорим о том, что мы даже собирая налоги, так что это такое на собирание налога? Это перераспределение доходов. Это перераспределение доходов в пользу социальных проектов, в пользу малоимущих, бедных людей, в пользу других направлений. То есть, да, экономически активная часть общества платит налоги и помогает, чтобы создать более комфортную среду, чтобы малоимущим людям помочь. То есть это, как один из американских философов сказал, налоги – это плата за то, чтобы жить в цивилизованном мире. Она объективно платит. Конечно, они всем не нравятся. Думаете, если я смотрю, я же тоже плачу налог. Вы платите, все мы платим налог с каждой своей зарплаты 13%. И так, если посмотреть к концу года, сколько это набирается, тоже думаешь, ну, не лишние деньги были. Но мы понимаем, что это наш гражданский долг. Я же вот говорю, мы сказали 140 миллиардов рублей бюджет. Он же вообще для республики нам, чтобы мы были в среднем, где-то на среднем уровне, нам нужен бюджет порядка 200-250 миллиардов рублей. Но в перспективе вы сколько видите времени для того, чтобы достичь этих целевых показателей? Вы знаете, чтобы выйти на этот показатель, мы должны реализовать несколько таких масштабных инвестиционных проектов. И сейчас есть заинтересованность от инвесторов. Есть заинтересованность. Просто сейчас все вот пока настороженно к Дагестану так присматриваются, что называется, наблюдают. Потому что им очень интересен Дагестан, но они очень как бы еще вот живут старыми стереотипами, и они еще вот боятся. Но многие и иностранные инвесторы, и наши инвесторы, вот они уже начали приезжать. Вот там к нам недавно приезжал целый холдинг АФК-система. Они посмотрели, они просто были в шоке. Они увидели, какой вообще здесь такой жизнь. Перспективные возможности. Перспектива, да. Все-таки у нас самый важный есть ресурс, это человеческий капитал. Почему мы и вкладываем в первую очередь в этот ресурс, что мы вот в человеческий капитал, это больницы и так далее. Мы на 2 миллиарда рублей, даже больше, 2,8 миллиарда рублей, мы увеличили расходы по линии здравоохранения. Мы там, конечно, сидит часть зарплаты, но мы обновляем оборудование медицинское, современное в республиканском диагностическом центре, в клинической больнице, в других больницах. Сделаем ремонт. Мы понимаем, что мы в самом начале. Конечно, сейчас я вот так скажу, и мне могут в интернете показать фотографию какой-нибудь там больницы или поликлиники. Да я это понимаю. И вот мы говорим, увеличили на 200 миллионов рублей на лекарства. Я понимаю людей, которые говорят, что я зашла, у меня нету лекарства еще. Ну, там есть очень много факторов, которые могут влиять. И вот нам нужно над этим работать деньги. Вот первое, что очень важно, ресурс финансовый. Да, вот его, мы сейчас, он у нас есть. Может быть, не 100% покрытие, но он у нас есть. Второе, очень важно, эффективность распределения этого ресурса. Здесь нужны эффективные команды. Они у нас формируются. Их нельзя сформировать за один год. Действительно, ну, объективно многие просто не умеют работать, не умели работать в таком, в правовом исключительно поле. Все время были какие-то допуски, какие-то допуски, которые были раньше позволительны. И которые сейчас уже не позволительны. Соответственно, это, естественно, просто ломает людей. И действительно, здесь есть определенное, вот, конечно, это влияет и на полном освоение денег. Мы сэкономили вот этот дефицит с 4,7 до 2,5 миллиарда. 2,2 миллиарда рублей сэкономили. А что это такое? Это реализация. Та же вода. Та же вода. 2 миллиарда рублей. Вот представьте, не было бы программы тогда воды вообще. А что такое программа вода? В 2019 году, как только мы закончим, к концу года порядка 500 тысяч человек будет обеспечено водой. Мы в следующем году закладываем 300 миллионов рублей на бурение артезианских скважин. Это вот где-то северная зона, в которой там вообще в селах не было воды. Вот можно было бы освоить, но... По старой системе. По старой системе. И я хочу, конечно, кто-то может сказать, но ничего тоже не изменилось. Вот одно, второе, третье. Но я не скажу, что все там может быть идет идеально. Но то, что вектор направлен на то, чтобы это было все, вот тот ресурс, который мы с трудом получаем, чтобы он расходовался эффективно, давал больше результата, для нас это приоритетная задача. Да, может быть ценой какого-то остатка. Но я заявляю, я просто заявляю, что все эти остатки, все остатки, они вернутся, они никуда не уходят. И даже уже принято решение о том, что те остатки, которые у нас по нацпроектам, они будут возвращены на те же цели. Потому что это проблема не только Дагестана. Это проблема не только Дагестана. Это очень важный момент. Да, это вообще в целом по стране. Многие были не готовы к таким... Это уже признано на федеральном уровне. Просто нам дали сразу деньги, у нас проектов даже, по сути, готовых не было. Мы в один год делали и проекты, и, соответственно, и стройка. Но этот год мы пережили, он завершается. Я вас уверяю, что в следующем году ситуация будет совершенно другая. Объясню почему. Первое. Мы впервые приняли трехлетнюю республиканскую адресную инвестиционную программу. У нас уже на три года расписаны объекты, и по ним на три года есть деньги. Что это значит? Мы можем уже в 2020 году торговать объекты 2021 года. Чтобы без проблем реализовывать. Да, чтобы уже было с 1 января 2021 года, мы могли бы уже входить в стройку. Понимаете? До этого никогда не было. Мы начали пользоваться трехлетним бюджетом. По дорогам. Все контракты на содержание дорог, которые мы заключаем с 2019 года, они все трехлетние. То есть, что делалось раньше? Раньше все это дробилось. Для чего? Понятно, да? Чтобы каждый приходил, вот каждый год одно и то же и так далее. И вот увеличивалась доля теневой экономики. Сейчас у нас абсолютно открытые отношения. Вот на три года мы готовы все, что можно заторговать, проторговать на три года, чтобы сократить вот эти транзакции, о которых я говорил. Чтобы не дробить контракты на мелкие. Чтобы не дробить их ежегодно. Вот у нас Аврора, например, участок, индустриальный парк Аврора. Мы в этом году по нему деньги, которые мы тоже не освоили, 400 миллионов рублей, они переходят на следующий год. Ну, объект стоит 710 миллионов рублей. Он, его даже умудрились, это единый объект, его умудрились там на 3-4 лота разбить. Ну, как это так? Это все равно, что четырехэтажный дом и 4 контракта. Чтобы кто-то получил контракты. Ну, получается, да. Чтобы каждый год, каждый год, чтобы ты торговал. Ну, для чего? Есть подрядчики, есть субподрядчики, да, которые могут, например, ты выиграл, да, у тебя нету компетенции, например, по прокладке газовой сети, но ты это передаешь на субподряд. У тебя есть дороги, площадку ты делаешь, выстраиваешь это все. Нету компетенции линии электропередачи, тоже субподряд. А раньше делалось так, раньше делалось отдельные контракты. Тот, кто строит дорогу, отдельный контракт, тот, кто строит канализацию, отдельный, свет отдельный, газ отдельный. Понятно, для чего? В следующем году у нас таких уже проблем не должно быть. Более того, мы научились работать и в электронном бюджете. Уже сформированы, уже шишки набили, что называется, опыт появился. И в следующем году это все будет намного быстрее. Я более того скажу, вот по тем даже школам и детским садам. Дело в том, что там же вопрос был и методологический, которые и на федеральном уровне не знали, что делать. То есть, как это методологически, когда у нас очень много было школ, потому что у нас в регионе больше всего была школа с трехсменным режимом обучения. И соответственно, нам в 2019 году в приоритетном порядке дали деньги на решение этих проблем. Получилось так, что нам дали денег, образно говоря, 100 рублей, а фактически нам нужно было 125 на школу. Мы из своего бюджета дополнили. Вот как я говорил, помните вам, мы сначала нужно было дополнить 4,7 миллиардов рублей, потом мы сапнитимизировали 25. А дальше даже методологически, даже на федеральном уровне не могли сказать нам, как это все финансировать. Это объективно так. То есть, мы вот обсуждали и сейчас готовим предложение, чтобы на федеральном уровне тоже чуть упростить реализацию этих проектов. Вот зачем каждый проект прописывать в соглашении? Вот мы прописываем объект, представляете, да, на основе сначала типовой проектной документации. Потом уточняем проектную документацию, нужно внести в него изменения. То есть, это все усложняется. Мы, к сожалению, у нас сейчас на бумажную работу уходит больше времени, чем на свое само строительство. Это ужасно, конечно. Да. И вот здесь нужно делать, этот процесс нужно дебюрократизировать. И соответствующие предложения мы в проектный федеральный центр тоже готовим. Но там есть понимание, перспектива есть, что эта бумажная волокита уйдет? Ну, есть. Почему? Потому что это же, во-первых, в стране реализовывают, там почти что до 2024 года, там больше 10 триллионов рублей дополнительных денег на реализацию вот этих национальных проектов в стране. Естественно, и это вот в таком формате никто не работал. Ну, начиная от того, что мы в этом году вообще информационный ресурс, который позволяет нам мониторить, как реализуется проект, создаем уже по ходу. Ну, на федеральном уровне. Ну, естественно, сейчас запущен такой механизм на федеральном уровне, это бюрократическая гильотина, так называемая, которая вот сейчас выявляет вот эти излишние такие бюрократические процедуры, которые необоснованно усложняют процесс. И сейчас каждый субъект делится своим опытом, эффективным опытом, так говоря, в рамках уже работы проектных команд. Чем это тоже хорошо, это позволяет постоянно каждой проектной команде предлагать какие-то эффективные решения реализации. Это в целом по всей стране. Ну что ж, спасибо. Спасибо за исчерпывающие ответы. Удачи вам. В этом году дагестанские виноградари собрали рекордный урожай солнечной ягоды – более 189 тысяч тонн. Это лучший результат за четверть века. Всего солнечная ягода в республике убрана с площади превышающей 20 тысяч гектаров. Урожай текущего года оказался выше показателя 30-летней давности. Тогда, в 90-м году, аграриями республики была собрана 185 тысяч тонн винограда. Активно шла в Дагестане реализация приоритетных проектов развития республики «Мой Дагестан – моя вода», «Мой Дагестан – мои дороги» и «Мой Дагестан – комфортная городская среда». На одноименном интернет-портале теперь можно следить за ходом работ практически в прямом эфире. И не только следить, но и оставлять критические замечания, фотокомментарии и свои предложения. Все это для того, чтобы обеспечить прозрачность расходования средств. А их только на улучшение возоснабжения было выделено в этом году более 1 миллиарда 700 тысяч рублей. Впервые в этом году Дагестан принимал у себя седьмой форум СМИ СКФО, в рамках которого в Махачкале прошла медиавстреча на Северном Кавказе. Лучшие журналисты региона в очередной раз встретились, чтобы поделиться опытом и наметить планы. Прошли интересные дискуссии, мастер-классы и семинары. А одним из самых главных событий стала презентация телеканала «Кавказ-24», входящего в холдинг ВГТРК. По итогам форума состоялась уже традиционная пресс-конференция с участием глав регионов округа, на которой прозвучали важные вопросы общекавказской и региональной повестки. Новые лица появились и в редакторском корпусе республики. Сменились руководители двух старейших дагестанских национальных газет – Аварской и Кумыгской. Главными редакторами которых стали Умахан Умаханов и Рашид Акавов, соответственно. Посреди года нежданно-негаданно пограничные недоразумения возникли с нашими соседями. До этого возможное обсуждение проблемной темы уточнения границ впервые было озвучено в эфире ННТ в ходе разговора с главой Дагестана Владимиром Васильевым, эксклюзивное интервью с которым стало первой телевстречей с руководителем региона на Республиканском ТВ. Тема рутинного уточнения административных границ приняла неожиданный оборот в июне. Картографические погрешности и кадастровые неточности обострили приграничную повестку и риторику. А война со спорными дорожными знаками-указателями чуть было не привела к реальному противостоянию. Но негатив вокруг приграничной темы, к счастью, быстро сошел на нет. Попытка столкнуть лбами народы не увенчалась успехом. И хотя отдельные провокационные всплески продолжались, к серьезным последствиям это не привело. Инфополе Республики в течение года, как и раньше, находилось под прицелом хейтеров всех мастей. Инстаграмизация дагестанского социума брала все новые высоты. Бесконтрольные вбросы в сеть псевдоновостей и лжесенсаций не раз будоражили общество. Дежурные поборники нравственности и неутомимые борцы со спектаклями и фестивалями совершали интернет-набеги на неокрепшие умы. А анонимные правдорубы 80-го уровня сражались на диванных фронтах с удвоенной силой. Очерняя белая и обеляя черная. Методика одна на все времена. Нагнетать обстановку, сгущать краски и делать из мухи слона. Но, к счастью, это не всегда удавалось. На этом фоне вступил в силу закон о фейковых новостях, призванных приструнить любителей создавать помехи в эфире. А Дагестан перешел на цифровое телевещание. Таким образом, уходящий год стал последним годом аналогового телевещания в федеральном формате. На поприще Духовном Республике произошло немало значимых событий. Обзорно об этом рассказали на недавнем расширенном собрании религиозных деятелей, где подвели итоги работы мухтията Дагестана. Год был насыщенным. Полным ходом шло строительство Духовного Центра имени пророка Исы, мир ему. Продолжилась поддержка социальных инициатив. На новом уровне проходили упереспубликанские религиозные мероприятия и праздники. Объединяющей традицией стали шатры Рамадана, распахнувшиеся в священный месяц для разговения верующих. Новые высоты брала и благотворительность. Один только фонд «Инсан» за время своего существования оказал помощь нуждающимся на сумму, превышающую 230 миллионов рублей. Дагестан не раз в этом году становился центром духовного притяжения исламской умы России. Лидеры мусульман региона и ведущие алимы со всего мира посещали нашу республику неоднократно. В частности, недавно в Махачкале прошел конгресс мусульманских общин Северного Кавказа, ставший одним из знаковых событий в духовной сфере. Все эти успехи были замечены и на федеральном уровне. За заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, активную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами, муфти Дагестана Ахмад Хаджи Абдулаев, указом президента России, был награжден Орденом Дружбы. Кроме того, духовный лидер мусульман республики был отмечен в этом году еще рядом наград. Вклад председателя Совета Алимов Республики шейха Ахмада Афанди в борьбу с терроризмом и сохранением межконфессионального мира отметила Русская Православная Церковь. Патриарх Кирилл наградил его Орденом Славы и Чести, одной из высших наград РПЦ. Кроме того, Ахмад Афанди был удостоен высшей награды Координационного Центра Мусульман Северного Кавказа, Ордена за заслуги передумной первой степени. Победами в этом году порадовали спортсмены и не только на спортивной арене. Победой духа стал непроизвольный демаш прославленного дагестанского борца-вольника Абдул-Рашида Садулаева, который вышел на церемонию награждения после финала чемпионата мира по спортивной борьбе в Нур-Султане. Футболки с изображением имама Шамиля. Это случилось после очередной кампании по очернению имени великого дагестанца и стало публичным ответом на подобные недружественные действия. За это спортсмен поплатился четырехмесячной дисквалификацией, но это тот случай, когда мнимая потеря превращается в победу. Хотя побед в жизни Абдул-Рашида и так предостаточно. По итогам того самого чемпионата в сентябре дагестанский спортсмен стал четырехкратным чемпионом планеты, имея в своей копилке также олимпийское золото. Событием года в мире единоборств стала очередная победа Хабиба Нурмагомедова, одолевшего Дастина Парье в знаковом поединке, состоявшегося в Абу-Даби. Этот бой стал главным событием шоу UFC 242. Спортсмен успешно защитил свой титул, в конце последнего раунда проведя болевой прием, уже ставший фирменным. Победа Хабиба стала 28-й в его карьере. А в Махачкале недавно открылась новая школа единоборств, которая будет носить имя отца Хабиба, тренера Абдул-Манапа Нурмагомедова. В ней созданы все условия для тренировок – горячая вода, вместительный зал и все для комфорта спортсменов. Не обошлось в этом году и без потерь. Ушли из жизни аксакалы политики, науки, общественной сферы. Видно организатор здравоохранения, экс-министр Ибрагим Ибрагимов, выдающийся ученый, профессор-востоковедом Ришик Саидов, человек-легенда, генерал-майор Мармур Тазалиев. Не стало и нашего коллеги, директора исторического парка «Россия. Моя история» Азнаура Аджиева, долгие годы возглавлявшего телекомпанию РГВК «Дагестан», а затем и всю медиа-отрасль Республики. Грядет 2020 год, год 75-летия Великой Победы, объявленный по инициативе президента еще годом памяти и славы. С каждым годом все меньше живых свидетелей прошлого, реальных участников Великой Отечественной. И, увы, все больше попыток исказить память и переписать историю в угоду политической конъюнктуре. Дагестанцы проявили себя в годы войны очень ярко, вместе с другими народами Советского Союза, дав серьезный отпор фашистским агрессорам. На территории страны Гор были сформированы 44-я и 58-я армии, в состав которых вошли тысячи дагестанцев, а также 91-я стрелковая дивизия, Махачкалинская стрелковая дивизия НКВД, 714-й зенитно-ателлилийский полк, состоявший из 980 дагестанских девушек, отдельный дагестанский кавалерийский эскадрон и Кизлярский кавалерийский эскадрон, а также было создано Буйнакское пехотное училище и сформирован экипаж ванипоезда комсомоля Дагестана. На собранные дагестанцами средства была создана и снаряжена танковая колонна «Шамиль». Деньги на строительство этой колонны активно собирали в том числе мусульманские и религиозные деятели. Например, сам тогдашний муфтий перечислил 50 тысяч рублей, а всего было собрано более 10 миллионов. В январе 43-го года сам Сталин через газету «Дагестанская правда» поблагодарил жителей Дагестана за эту инициативу. В республике были созданы отряды народного ополчения, в которых уже на начало октября 1941 года насчитывалось более 12 тысяч человек. Для борьбы с фражескими десантами, лазутчиками и шпионами к концу 1941 года в республике были созданы 39 истребительных отрядов, в которых насчитывалось более 2 тысяч человек. На фронтах Великой Отечественной войны сражались десятки тысяч дагестанцев. Не считая тысяч призванных из Кизлярского, Тарумовского, Ногайского районов и города Кизляра, которые в период войны временно административно не относили к Дагестану. В годы войны Дагестан послал на фронт в общей сложности около 180 тысяч воинов. 90 тысяч из них не вернулись живыми. А ведь надо понимать, что тогда численность населения Дагестана, по данным переписи 1939 года, составляла всего 1 миллион 23 тысяч человек. На алтарь победы Дагестан положил фактически десятую часть своего людского потенциала. Сражаясь на фронтах Великой Отечественной, дагестанцы повсеместно проявляли беспримерное мужество и героизм, отдавая свои жизни за Родину. Десятки тысяч дагестанцев-фронтовиков были награждены боевыми орденами и медалями, 73-м присвоено звание Героя Советского Союза, 7 человек стали полными кавалерами Ордена Славы. В республике намечены немало мероприятий, приуроченных предстоящим памятным датам, так как дагестанцы считаются по праву одними из творцов той Великой Победы, обеспечившие нам всем право на жизнь. Для нашего телеканала этот год стал гоном новых высот и достижений. Вышли в эфир новые интересные проекты и телешоу. Ютуб-канал ННТ получил серебряную кнопку, потому как обзавелся сотни тысяч подписчиков. Кроме того, наш телеканал стал доступен на широко распространенной цифровой платформе Smart TV, что расширило его аудиторию. Наши сотрудники стали победителями в грантовом конкурсе главы региона, а команда ННТ была признана лучшей по итогам очередного сезона интеллектуальных игр «Что, где, когда» в Дагестане. Наступающий 2020 год для Дагестана особенный – это год столетия нашей республики. Хотя об этой дате пока почему-то слышно мало на всех уровнях. Автономия Дагестана в составе 10 округов была провозглашена на чрезвычайном в Садагистанском съезде Советов 13 ноября 2020 года, прошедшем под председательством Джалаладина Каркмасова. Юридическое оформление автономной Дагестанской социалистической Советской Республики в составе Советской России состоялось чуть позже, 20 января 2021 года, когда был объявлен декрет ЦИК об образовании ДССР. Это было первое в истории политическое объединение Дагестана в общих границах. Обращу ваше внимание на примечательный факт. В этот же день была образована еще и автономная Горская социалистическая Советская Республика, в которую в качестве округов вошли остальные шесть национальных регионов Северного Кавказа. Вот такое особое отношение тогда было к Дагестану у новой власти. К 1922 году территория Дагестана в связи с вхождением в ее состав Кизлярского округа, Ногайского, Краногайского и Очукулакского участков увеличилась более чем вдвое по сравнению с территорией, обозначенной административными границами прежней Дагестанской области Российской империи. Территория ДССР на тот момент составляла 57 тысяч квадратных километров, то есть была больше нынешней. Год столетия республики – повод задуматься о пройденном пути и осмыслить судьбу региона в геостратегическом ракурсе. В своей авторской программе «Ремарка» обзорно попытался сделать это по итогам уходящего года мой коллега Ханжан Курбанов. А это главное, чем запомнился на этот год. До встречи в следующем, грядущем, новом, обнадеживающем. Удачи вам, друзья! Саламу алейкум, Ханжан! Саламу алейкум, салам, рад! Каким был этот год для тебя? Какими чернилами ты делал пометки? Красными или черными? Чернила бывают разные, но 2019 год, по мне, так прошел, как год под знаком имама Шамиля и Хабиба. Два героя прошлого и настоящего определяли настроение и чаяния дагестанцев. Но весь год скандалы, интриги, расследования, проекты, всего было немало. Но давайте обо всем по порядку. В январе мы все окунулись в предвыборный ажиотаж вокруг одного из самых статусных, скандальных и, как оказалось, желаемых кресел. Только недавно говорили, что должность мэра Махачкала опасная, но вот 40 кандидатов на пост граноначальника, некогда лучшего города России, как-то шли в разрез логики. Естественно, главным лидером гонки являлся московский чиновник, глава Басмана управа Первопрестольная Салман Дадаев, которого Васильев, всего же слов, выпросил у мэра Москвы Собянина. В итоге он и стал мэром Махачкалы. За него проголосовали 38 депутатов городского собрания дагестанской столицы из 41-го. Участок сложно вести, но вот все только начинается. Не обходится без кризисных явлений. Да и природа, как всегда, против Махачкалы. Застройки, коммуналка, транспорт. Вот некоторые самые болевые точки столицы республики. А с пассажирским извозом опять вышел конфуз. Старое наследие не отпускает. И почти весь год это вызывало недовольство горожан и самих маршрутчиков. Недовольство ценами на проезд и условиями. Все эти вопросы еще требуют своего вдумчивого решения. И вот еще. Взаимодействие с районами города наладили не сразу, а через боль, страдания и недопонимание. Наряду с активной реализацией проектов благоустройства дворовых дорог, Салман Дадаев в этом году отличился грандиозным проектом мощения главной площади столицы, которая, судя по скамейкам, лужайкам и деревцам, должна превратиться в народный парк. Первым серьезным испытанием для Васильевского правительства и его информационного штаба была тема и сам инцидент относительно кадастрирования Дагестана-Чеченской границы. Обычная практика в других субъектах страны здесь, в Дагестане, привела к общественно-политической тревоге. Мероприятия по разграничению границ вылились в большой ажиотаж и волнение не только в соцсетях. Тема вышла за пределы интересов представителей Росреестра и специалистов по земельно-имущественным отношениям. Социальные сети блогеров в подобных историях всегда создают дополнительные риски. И вот случилось то, что случилось. Сорванный информационный дорожный знак Чеченской республики с указанием Шелковского района делу придали не без помощи блогеров. Такой оттенок, что соседняя республика притязает на наши территории и понеслось. Это повлекло за собой напряжение и стягивание сил и средств с обеих сторон. Надо сказать, что силы и средства были представлены со стороны Чеченской республики спикером парламента, вооруженными силовиками и бронетехникой. Со стороны Дагестана ответ держали руководитель администрации главы Дагестана Владимир Иванов, глав Кизлярщины города и района и обеспокоенный натиском соседей народ. Напомним, что к вопросу Дагестана-Чеченской границы было приковано болезненное и острое внимание общественности после заявления Владимира Васильева на медиафоруме в Грозном еще в декабре 2018 года. А после интервью главы Дагестана телеканала ННТ, в котором он напомнил о том, что вопрос границ будет решаться исключительно в законном русле, в Дагестан прибыл спикер парламента Чечни Магомед Даудов, который подтвердил, что никаких разногласий в этом вопросе у сторон нет. Более того, в комиссию по уточнению границ между соседями включены общественники, все вопросы будут обсуждаться открыто и без кулуарных моментов с подключением прессы, в том числе и нашего телеканала. Очередным информационным вихрем разродилась тема после 16 марта 2019 года, когда до широких кругов общественности и политиков дошла информация о том, что Чеченская республика в одностороннем порядке поставила на кадастровый учет часть дагестанской территории в Кизлярском районе. По сообщениям прессы, согласно изменениям, в Чеченской республике переходит часть территории Кизлярского района на территории муниципального образования сельского поселения и сельсовет Новокахановский, селение Новокрестьянской республики Дагестан. Был опубликован протест дагестанского руководства за подписью спикера и премьер-министра. Политический приграничный кризис загонял дагестанскую власть все дальше в тупик народного импичмента. Еще больше накал вызвал инцидентство публикованием, а потом удалением с сайта протеста. Весной наступил пик недовольства и падение авторитета дагестанского правительства. Басильев, Иванов и Сдунов стали воплощением неродной и робкой в отношении защиты исконных дагестанских интересов власти. Весь год проводились собрания, заседали общественники. Время от времени тема Дагестана-Чеченского приграничья всплывала разными сообщениями провокационного характера. Но до открытого и серьезного столкновения дело не дошло. Так в сеть были вброшены материалы о якобы строительстве башни Чеченской республики на территории Ботлихского района, а также о выдворении дагестанских пастухов из Чечни. Ни тот, ни другой факт официально подтвержден не был. Напротив, их посчитали фейками. Произошло отчуждение. Мы, не вы. Пожалуй, тема границы стала лакмусовой и окончательно, казалось, развернуло дагестанское общество от Васильевского управления и людей новой власти. Но все можно исправить, ну или, по крайней мере, минимизировать боль, как говорится, от невыносимой легкости бытия. Первая половина года характеризовалась провалами дагестанского правительства. Приграничья, предложение премьера построить стеклянный мост над Сулахским каньоном, а также строительство колеса обозрения в парке, который приходилось защищать Дадаеву, возмущали общественность. Активность депутата от КПРФ Марата Асланова заставила поволноваться дагестанский парламент и его многолетнего спикера Хизри Шихсейдова. Протесты его вызывали проекты дагестанской власти, бюджет и избирательная казуистика. Обрушение моста в Буйнарском районе. Вспышки инфекционных заболеваний в Хасавюрте связаны с водой. Продолжающиеся канализационные стоки в Кор. Хронический вопрос застройкой и дольщиками, митинги рыночников из-за взимания сборов за страховку и прочее. И на фоне этого пожар главного рынка столицы, который наблюдателями признаются как минимум странным. Все это бьет по имиджу и репутации как правительства, так и градоначальника. Вообще 19-й год изобиловал информационными волнами и сполохами. Много фейков, пранков, хайпов, так что на федеральном уровне усилено антифейковое законодательство. В мобильных мессенджерах шли массовые рассылки на тему дестабилизации. Васильева оказывается вовсе не глава, а агент влияния Кремля для решения задач укрепнения региона и, дескать, усиления Рамзана Кадырова. Несколько раз его увольняли, но он возвращался, болел, но неожиданно возвращался. В 2019 году дагестанское информационное общество будоражили и вопросы, связанные с культурной идентичностью дагестанца. То, каким он должен быть, чтобы называться дагестанцем. Эти информационные всполохи так или иначе два-три раза возникали в 2018 году. В первом 2019 году был инцидент-конфликт, связанный с эпизодом со скандального спектакля «Охота на мужчин» московской труппы. К делу подключались известные общественники и блогеры. Иногда свое мнение по поводу дагестанских реалий высказывал и Хабиб Нурмагомедов. В 2019 году Хабиб Нурмагомедов, боец UFC, продолжает побеждать. В октябре 2018 года своего злостного соперника, матерщинника и дагестанофоба Конора Макгрегора. А в сентябре 2019 года побеждает Дастина Порье. Началась эра триумфального шествия Хабиба по миру и России. Поздравляли его Путин и Васильев. Его любят крохи, домашние хозяйки, иностранцы, имигранты. Дагестанский народ возгордился своим героем. Российские каналы, тот же первый, устраивают флешмоб в поддержку дагестанцев в белых папахах. Хабиб становится послом доброй воли Дагестана и самым популярным дагестанцем в мире, который меняет имидж Дагестана. Хотя спортсменами республика уже никого не удивляет, но Хабиб стал любимцем публики и далеко шагнул за октагон. А дагестанцы и рады, что у них появился еще один влиятельный герой, по которому узнают страну гор. Исторический ревизионизм и память об имаме Шамиле, дорогом сердцу многих кавказцев, а не только дагестанцев, была омрачена в 19-м году. Все началось со скандального интервью Рамзана Кадырова, главы Чеченской республики, под кричащим заголовком «Пора говорить правду», где он подверг обструкции персону имама Дагестана Чечни Шамиля. Были некорректные сравнения его с главарями террористов Хаттабом, а итог деятельности имама Шамиля в Чечне после 1840 года назван террором. Несколько блогеров с дагестанской стороны вышли с кричащими заголовками о том, что Кадыров обвинил имама в предательстве. Начался вал взаимных обвинений и корректировок огня. Интервью Кадырова и дальнейшее его объяснение не убедили общественность в том, что глава Чеченской республики относится положительно к народному герою и не оскорбляет память о нем. Спортсмены, общественники, блогеры начали показывать свое уважение к памяти имама и выступали в защиту имени великого полководца и предводителя кавказских горцев. Олимпийский чемпион по борьбе Абдул-Рашид Садулаев, как сообщали СМИ, даже был отстранен с соревнованиями из-за портрета имама на футболке. Абдул-Рашид Садулаев Кавалера Ордена Мужества Муслима Дахаева, которого обвиняют в разглашении государственной тайны. Наряду с одиозными задерживают и заключают под стражу тех, кто, по мнению общества, никак не мог быть замешан в грязных делах. Совсем странным показалось дагестанцам задержание министра экономики Османа Хасбулатова, которого при Васильевском правительстве считали самым успешным министром. Он организовал систему МФЦ в республике. Другим странным задержанием, правда под конец года его все же освободили, было дело против председателя комитета народного собрания Фикрета Раджабова. Общая сумма хищений по итогам антикоррупционных чисток в республике приближается к триллиону и вполне спешит перевалить эту отметку. Однако ряд мягких приговоров все же разочаровали вновь общественность в эре справедливости и позитивных трансформациях в судебной системе и в целом правоохранительном блоке республики. Да и не только Дагестана. Это грандиозное будущее некогда забытому ветхому городу. В прошлом криминальные магалы превратятся в туристические тропы. Кавказские Бомбеи засеяют всеми красками. В общем, город мечта. Деньги у города есть. Главное их тратить не только на пыль в глаза. У города есть свой персональный инвестор. Авторитетный, который делится своей популярностью с мэром Дербентах. Физрия Бакаров, кстати, пока самый востребованный политик Дагестана. Дагестан весь год отмечал 20-летие со дня разгрома международных бандформирований. Владимир Путин пощал своим вниманием ботлисов. Отметили роль муфти республики Ахмад Афанда Абдулаева, председателя Госсовета Магомеда Римагомедова, на тот момент руководившего Дагестаном. Ополченцы дружно обнаруживались после заявления Верховного на прямой линии о том, что они получат статус ветерана войны. Хотя глава республики сделал оговорку, что будут проверять каждого претендента, некоторые командиры ополченцев предлагали все же звание ветерана дать всем, кто держал оружие и защищал позиции даже вдали от непосредственных очагов конфликтов. В целом, Дагестан на фоне депрессивных явлений в экономике страны держится. Хотя регион трезвый, с хорошими демографическими показателями, но с низкими заработками и пенсиями. На этой ступени мы и в 2019 году остались. Еще настроения дагестанскому народу поднимают хорошие дороги и дворы. Правда, проекты «Мой Дагестан» не всегда проходят гладко. Кое-где, по мнению местного люда, необоснованно удлиняют водоносные трубы, как в Меус-Сиша до Хадаевского района, здесь были многодневные волнения, а на пикеты люди отвечали дубинками. В других местах асфальт кладут на ветхие коммуникации. В общем, активно осваивают деньги. Тут не обходится и без старого подхода, без ложки дюктя. Но дагестанцы рады и этим проектам, потому что десятилетиями народу не уделяли внимания. К ветхому жилью и соцкульбуту люди уже привыкли. Поэтому радуются любому маленькому дворику, о котором обязательно расскажут в телевизоре. Ну вот год был разный. Год победы, внимание к Дагестану. Путин приехал и все-таки выпил стопку за победителя, который обещал в 99-м году. Хотя некоторые очевидцы уверяют, что налита была не водка. Хабиб, госинвестиции, русские блогеры, путешественники зачастили. Дагестан уже не опасный. Активно прибывают федеральные министры, чиновники. Год лихорадочного освоения денег. Проекты «Мой Дагестан», вода, дороги, школы. Год тревожного приграничья. Год исторический. Год 20-летия разгрома. Ботлих, ополченцы. Имам Шамиль. Но и год информационного противостояния власти и народам. Гражданская активность. Особенно порадовали Каспичане, которые отстояли свое право на лучшую жизнь. Ну что же, успехи есть. В новом году, надеюсь, будет меньше тревоги и больше поводов для радости и гордости. С Новым Годом!